Лето закончилось, но жара не покидает Брест. Именно поэтому большинство людей стараются пережить зною воды. На городских пляжах в любой день с раннего утра и до позднего вечера еще многолюдно. Как и каждый год, вместе с водным отдыхом рука об руку идут и трагедии. Об этом говорит статистика погибших на воде. В целом по области от утопления погибло 49 человек. В то же время было спасено 26 человек. В период купального сезона при купании утонуло 11 человек. Отмечается, что 11 человек, которые утонули при купании, все купались в запрещенных местах. И 90% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Если одни продолжают наслаждаться последними теплыми деньками, загорая в разрешенных местах, которые постоянно контролируются спасателями, где чистый пляж и исследованное на опасные предметы дно, то другие все так же продолжают купаться в запрещенных местах. Даже несмотря на то, что за это предусмотрен штраф. Потому представители освода продолжают проводить рейды и напоминать гражданам, что безопасность их жизни прежде всего в их руках. «Запомни, до 14 лет, как бы друзья тебя не звали, может где-то пойти на речку, либо на озеро покупаться, однозначно до 14 лет ни в коем случае ты не должен уйти к водоему без сопровождения мамы либо папы. Запомнил? А еще такой вопрос тебе задам. Такие красные шарики на воде. Как они называются? А для чего они? Вы заказываете, чтобы за них не заболевали. Какой ты молодец! А ты идешь на пляж. Какие две основные вещи ты должен взять с собой? Помимо нарукавников, плавок, полотенца. Как ты считаешь? Подскажу тебе. Воду и головной убор. А головной убор для чего? Чтобы не получить солнечного либо теплового удара. Цель данных рейдовых мероприятий – акцентировать внимание на безопасность на воде. Еще раз напомнить нашим гражданам основные требования правил охраны жизни людей на водах. Опять же, посмотреть, чтобы в запрещенных местах люди не окупались, а окупались только в разрешенных местах. Несмотря на такую жаркую погоду людей, не так уж и много, но все равно рейды мы эти будем проводить. И эти рейды мы будем проводить и сегодня, и завтра, и в выходные, никогда такая вот жаркая погода. Сегодня каждый отдыхающий водоема должен для себя уяснить – вода ошибок не прощает. А потому не стоит рисковать своей жизнью, купаться в запрещенных местах, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Эти другие простые, но такие важные правила нужно помнить всегда. Если человек собирается на водоем, на отдых, прежде всего он должен позаботиться о своей безопасности. Если вот такая жаркая, как сегодня погода, обязательно воды с собой иметь, что-то на голову, панаму, кепку, чтобы солнечного удара не было. Ни в коем случае не брать с собой алкогольные напитки, пиво, водку, ну это само собой исключается. Ну и на воде, на воде соблюдать правила поведения на воде. Если не уверен в себе, не заплывать за быки, там уже будет глубина от двух и выше метров. Также соблюдать правила спасателей подскажут, если будут нарушать. Никого не толкать с высоких, как говорится у нас, купалки, не прыгать в воду, в незнакомом водоеме. И тем более, потому что можно повредить шею, а это уже опасно и лечет травмы. Анастасия Мелешкевич, Ударт Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.